Где брать ресурсы? Шрифты, просто сайты с ресурсами для разработчиков игр. Затем посмотрим на полезные нейронные сети, например есть такая, которая сама пишет музыку. И в завершении поговорим про авторские права, что очень важно знать. Какие виды лицензии существуют у бесплатного контента? Конечно все это можно найти самому, но я решил сэкономить ваше время и собрал самые интересные сайты воедино и затем проверил. Этот ролик будет полезен не только разработчикам игр, но а также просто контентмейкерам. В последующих видео мы будем разбирать, как собрать команду, продвижение и пиар, как заработать на своей игре и прочие темы связанные с разработкой игр. 3D модели и персонажи Open3Dmodel.com свыше 130 тысяч бесплатных моделей, под различные форматы. Модели расположены по категориям, можно скачать без авторизации. Free3D.com много моделей различных форматов. Имеются как платные, так и бесплатные модели. Для скачивания не требуется авторизация. Архив 3D.net – большой выбор моделей с различным качеством. С быстрым доступом для скачивания вам не требуется регистрация. TurboSquid.com – большой сайт с различными ресурсами. Здесь есть 3D модели, текстуры, звуковые эффекты, видео и прочие ресурсы. И среди них есть бесплатные. Для скачивания не требуется регистрация. CGTrader.com – почти полтора миллиона моделей. Здесь вы также можете продавать свои работы. Можно найти фриланс-работу. Здесь также есть материалы. Для скачивания бесплатных моделей придется подождать несколько секунд и требуется авторизация. clara.io – сайт с бесплатными 3D моделями. Модели не всегда хорошего качества. Есть 3D предпросмотр. Для скачивания требуется авторизация. Некоторые модели имеют анимацию. Sketchfab.com – один из крупнейших ресурсов, а огромный выбор анимированных моделей, 3D сканов имеются low- и high-poly модели. На сайте присутствует 3D предпросмотр. Помимо платных можно встретить качественные и бесплатные модели. Для скачивания необходима авторизация. grabcat.com – это крупная комьюнити, насчитывающая почти 10 миллионов 3D моделлеров. Помимо платного контента, здесь можно найти бесплатный. Это почти 5 миллионов бесплатных моделей. Но для скачивания необходимо авторизироваться. На этом сайте можно найти обучающие гайды. Поучаствовать в челленджах или задать вопросы. средиверхаус.sketchup.com – много бесплатных моделей для интерьера и архитектуры. Для скачки достаточно авторизироваться с помощью гугл-аккаунта. Что касается персонажей – mixamo.com – популярный сайт, где вы можете найти бесплатных персонажей и скелетные анимации к ним. Сайт требует авторизации. renderpeople.com – 3D-сканы людей в высоком качестве. На этом сайте также есть бесплатные модели. Можно скачать в один клик, причем сразу выбрав нужный формат. pickbest.com – сайт, который содержится выше 2,5 миллионов различных ресурсов. Помимо платного контента также есть бесплатный. Для скачивания требуется авторизация. Есть даже UI-интерфейсы. freedefined.com – это уже поисковик моделей. Единственное, придется здесь зарегистрироваться. Что касается поиска всего, любого творческого контента, есть такой сайт artstation.com – это социальная сеть-агрегатор, где авторы выкладывают свои работы. Это очень крупный портал, отсюда можно брать идеи или искать бесплатный материал. pinterest.com – схожая с Artstation социальная сеть для творческих людей. Текстуры и материалы textures.com – большой спектр разнообразных текстур, которые распределены по разделам, и эти разделы имеют подразделы. Есть как сами диффузные текстуры, так и карты нормалей, отражения и так далее. Можно скачивать без регистрации. Здесь в наличии есть и 3D модели. Также на этом сайте есть обучающие гайды. ambientcg.com – небольшая, но зато качественная коллекция материалов. У материалов есть все типы карт. Для скачивания не требуется регистрация. freestocktextures.com – небольшая коллекция текстурных изображений. Авторизация не требуется. cgbookcase.com – большой ассортимент качественных бесплатных материалов с разрешением вплоть до 4К. Авторизация не требуется. Также на сайте есть материал для обучения. 3D textures.me – небольшая коллекция качественных бесплатных материалов. Все материалы доступны на гугл диске. 3D xo.com – сайт с бесплатным контентом. Здесь вы можете найти текстуры, 3D модели и изображения. Ресурсы скачиваются без регистрации. 4D texture.com – бесплатные текстуры, которые разбиты на категории и на подкатегории. Авторизация для скачивания не нужна. Единственное, что текстуры не столь высокого разрешения. В основном – 1К. polyhaven.com – сайт содержит бесплатные высококачественные HDRI-карты, материалы с разрешением 4К. И 3D модели. Коллекция контента не столь велика, но здесь качество доминирует над количеством. Авторизация для скачивания не требуется. Polygon.com – здесь название Polygon пишется с двумя «и». Сайт содержит свыше 4000 ассетов для 3D-артистов. Здесь есть качественные материалы, вынесенные по разделам. Рендер материала можно сразу посмотреть на 3D-превью. Также здесь есть модели, HDRI-карты и кисти. В наличии есть бесплатный контент, но для скачивания все равно нужна авторизация. Отдельного внимания заслуживает компания Quixel. Quixel Megascans – это очень высококачественные 3D-сканы и материалы. Также есть Quixel Bridge, который позволяет установить связь между продукцией Quixel, а именно реалистичные мегасканы, и сторонними программами, наподобие Blender. И Quixel Mixer позволяет по-разному комбинировать материалы, создавая свой уникальный. Это относится к текстурингу. Quixel был куплен компанией Epic Games, и поэтому для пользователей Unreal Engine мегасканы бесплатны, а вот для использования с другим софтом придется платить. Сейчас уже доступ к Megascans встроен в интерфейс Unreal Engine 5. Изображения и видео PNGWing.com – большой выбор изображений без заднего фона. В бесплатном доступе. Регистрация не требуется. FreePNG.ru – также большой выбор бесплатных PNG-картинок, которые можно скачать без регистрации. Pixabay.com – более 1 миллиона ресурсов в высоком качестве. Сайт содержит фото, иллюстрации, векторы, видео, музыку и звуковые эффекты. Есть как платный, так и бесплатный контент. Для скачивания авторизация не требуется. На этом сайте много бесплатных ресурсов, но вы также можете внести пожертвования автору. Pixels.com – большой ассортимент бесплатных изображений и видео. Которые можно скачать в один клик, без регистрации. Также на этом сайте проводятся челленджи. Звуковые эффекты и музыка. Bandsound.com – коллекция качественной royalty-free музыки. Для скачки авторизации не требуется. Но перед использованием лучше ознакомьтесь с лицензией. WaveLibrary.net – большая библиотека аудиофайлов, которая разбита по категориям. Звуки можно скачивать без авторизации. Либо можно купить весь архив сайта за 30 долларов. FreesoundEffects.com – широкий спектр звуковых эффектов. Можно сразу скачивать как в MP3, так и в формате Wave. И без регистрации. SoundEffectsPlus.com – сайт с бесплатными звуковыми эффектами. Звуки рассортированы по категориям. Авторизация для скачивания не требуется. В скачанных файлах звуковые подписи отсутствуют. Также можно скачать звуковые и музыкальные паки. SoundJ.com – бесплатные звуковые эффекты. Можно скачивать в формате MP3 или Wave. Без регистрации. AudioJungle.net – большой выбор аудио различной тематики. Здесь треки продаются начиная от 1 доллара, но при этом любой из них можно быстро скачать. Причем без регистрации. AudioJungle. Единственный минус на записи – будет присутствовать аудиоподпись. Incapitage.com – сайт с royalty-free музыкой. Но здесь, конечно же, все так же зависит от типа использования этой музыки. Для коммерческого использования обычно больше ограничений, несмотря на то, что это royalty-free. Поэтому настоятельно рекомендую, прежде чем что-то где-то бесплатно качать, всегда читайте лицензионное соглашение. Чтобы качать с этого сайта, нужно завести аккаунт. AudioMicro.com. Сайт насчитывает 300 тысяч музыкальных треков с лицензией royalty-free, а также почти полмиллиона звуковых эффектов. На сайте можно покупать треки, оформить месячную подписку, либо выбрать из бесплатной коллекции. Для скачивания требуется регистрация. FreeSFX.co.uk – сайт с огромным спектром звуков, разбитых на категории. Здесь содержится полмиллиона звуковых эффектов и музыкальных треков. И все в бесплатном доступе. Вот даже такое есть. Что естественно, то не безобразно. Для скачивания требуется регистрация. FreeSound.org. Бесплатные звуки. Для скачивания требуется регистрация. Бесплатно музыку можно скачать с YouTube. Заходим в творческую студию и в меню выбираем фонотека. Здесь большое количество бесплатной музыки и спецэффектов. Если углубиться в детали, эта музыка не совсем бесплатная. YouTube просто выкупил права у авторов и дает вам возможность использовать эту музыку. Но в рамках своей платформы. Используя некоторые треки, требуется указание автора. Очень большой ассортимент royalty-free музыки находится на сайте epidemicsound.com. Единственное, здесь нужно покупать подписку. Минимальная цена 10 евро в месяц. Но можно опробовать бесплатную trial-версию в течение 30 дней. Этот сервис также предоставляет бесплатную музыку. Например, если вы ютубер, подключенный к партнерской системе. Soundcloud.com. Одна из крупнейших музыкальных площадок. Здесь можно найти как популярные треки, так и от малоизвестных исполнителей. Большой плюс этого сайта – это очень большое количество композиций. Здесь вы можете напрямую договариваться с автором. Звукограмм.com. Здесь есть хорошие звуковые эффекты. Вы только посмотрите, сколько здесь разделов. Этот звук очень подходит данному сайту. Звуки можно скачать в различных форматах. Причем это делается в один клик и без регистрации. Еще на этом сайте есть очень хорошая озвучка с помощью нейронной сети. Здесь можно выбрать язык диктора, высоту и скорость. Этот текст можно заменить любым текстом по вашему желанию. В этом текстовом поле можно ввести или вставить собственный текст. bfxr.net – это генератор 8-битных звуков. findsounds.com – это звуковой поисковик. Поиск осуществляется по указанному тегу на различных аудиоплощадках. При этом при обнаружении вы сразу же можете скачать этот звук. Очень удобный сервис. Шрифты. 1001fonds.com – много красивых шрифтов, которые можно скачать в один клик. 1001fonds.com – большая база бесплатных шрифтов. Сайт насчитывает свыше 60 тысяч экземпляров на любой вкус, которые распределены по разделам, можно сказать, по стилям. Скачать шрифты можно в один клик, без регистрации. fontsquirrel.com – широкий выбор платных и бесплатных шрифтов. Шрифты распределены по классам и тегам, можно также скачать в один клик. На сайте присутствует сервис, который способен определить шрифт по изображению. fontfabric.com – помимо платных на этом сайте также есть бесплатные шрифты. Для скачивания вам потребуется указать свой email адрес. fontsonline.ru – большое разнообразие шрифтов. Здесь вы можете вписать необходимый текст и посмотреть, как нужный вам шрифт будет смотреться на вашем примере. Сайт располагает очень удобным фильтром, который позволяет вам отсортировать шрифты по категориям, выбрать стиль письменности, латиница или кириллица, потому что не всегда шрифты могут работать с кириллицей. Также можно выбрать язык, тип лицензии и отметить галочкой вертикальные шрифты. fonts.google.com – база данных от гугла, в которой собраны все бесплатные шрифты. У сайта также есть поисковой фильтр. Здесь, конечно, лучше заранее знать название нужного вам шрифта. Вот пять шрифтов, которые я чаще всего использую. Ресурсы для разработки игр ReinerStylesets.de Небольшая коллекция бесплатного контента для ваших игр. Здесь вы можете найти 2D, 3D графику, текстуры, софт, звуковые эффекты, уроки, авторские игры и многое другое. Это авторский сайт инди-разработчика Рейнера Прокина. Весь контент можно скачать в один клик. Kenny.nl Небольшие коллекции качественного игрового контента, который распределен по тематическим сборкам. Ресурсы можно скачать в один клик, а автора по желанию можно поддержать на Patreon. Например, вы можете разом скачать подборку средневековых построек. Также на сайте есть авторские игры. Их можно найти на портале H.io. И еще тут есть софт, который поможет вам в разработке игр. OpenGameArt.org Ресурсы на любой вкус. Это медиа-репозиторий с открытым контентом для ваших игр. Здесь вы можете найти 3D, 2D, текстуры, музыку, звуковые эффекты и прочее от различных авторов. При этом все это можно скачать в один клик без регистрации и свободно использовать. Крафтпикс.нет Здесь вы можете скачать готовые игровые паки, спрайты, иконки и прочий игровой контент. Есть платный и бесплатный материал. Чтобы скачивать контент, придется авторизироваться. AssetStoreUnity.com Магазин для разработчиков игр. Здесь имеются абсолютно любые категории необходимых вам ресурсов, если вы работаете на Unity. Аналогичная ситуация у Unreal Engine. В таких маркетплейсах весь контент оптимизирован и сконвертирован в необходимый формат для работы внутри движка. Но ничто не мешает вам найти бесплатные ассеты и затем экспортировать их из движка в необходимом вам формате. Нейросети BigJPEG.com Сервис увеличивает исходное разрешение ваших иллюстраций или фотографий. Можно загружать без регистрации. Let's Enhance.io Еще один сервис – нейросеть, которая увеличивает качество изображений. Чтобы им пользоваться, нужно создать аккаунт. Это платный сервис, но для ознакомления можно загрузить пять изображений и увеличить разрешение вплоть до двух раз. Плюс добавить различные коррекции. Remove.bg – бесплатный сервис по удалению заднего фона. Причем он это делает очень качественно. И это можно сделать очень быстро и без авторизации. Apehost.ru – качественная озвучка с помощью нейронной сети. Помещаете сюда свой текст, и бот озвучивает его. Приветствую разработчики на связи Киберстарс Интертейнмент. Можно сменить диктора. Приветствую разработчики на связи Киберстарс Интертейнмент. Настроить стиль, скорость и прочие детали. Также можно расставлять ударения, но это доступно в платной версии. Полученный результат можно скачать в один клик. Creators.aiva.ai – это нейросеть, способная написать для вас музыку. Сперва нужно зарегистрироваться на сайте. Выбирайте темп, количество. Этот сервис работает по платной подписке. Без подписки нельзя использовать в коммерческих целях, и требуется указание автора. А вот что получилось. Теперь можно скачать авторские права. Лайфхак. Если вам не удается скачать понравившийся вам ресурс, то можно взять любую программу видеозахвата, например, OBS, и просто записать видео или звуки. При этом качество звука не потеряется. Но тут есть один очень важный тонкий нюанс. Если вам удалось пройти систему автоматической проверки, это еще не значит, что вы не будете пойманы в дальнейшем. Рано или поздно все может всплыть. Кстати, сайт, который я сейчас показываю, позволяет конструировать свои интро. Также не стоит доверять неизвестным источникам бесплатного материала, потому что они также могут по незнанию собрать все у себя, им никто ничего не предъявляет, автор просто не заметил, что его контент был взят, либо просто закрыл глаза на это. Ну, например, потому что подобные сайты просто собирают материал у себя, ничего не продают, и нет никакой рекламы. А тут приходите вы, набираете полную охапку халявы, создаете какой-то продукт, а затем его продаете. Вот здесь и можно попасться. Поэтому всегда, если есть какое-то сомнение, напрямую договаривайтесь с автором и просите его какого-то письменного подтверждения. Это должно быть задокументировано, что и будет в вашем алиби, в случае чего. Что касается музыки. В некоторых треках вместо названия написано ID. Это означает, что трек не опознан. Он либо официально не издан, либо автор просто скрывает название. В связи с тем, что это демо. Еще существуют дабплейт треки. В простонародье дабка. Это означает, что трек официально не вышел и не подписан ни на какой лейбл. Используя ID и дабплейт треки, вы, скорее всего, не нарветесь на авторское право, которое определяет проверочный бот. Например, такой, как на YouTube. Но это совсем не означает, что вы можете использовать эти треки как вам угодно. Со временем автор может подписать свой трек, и вы попадете в ловушку. Но это может отнести к серьезному коммерческому использованию. Для каких-то личных нужд такие треки подходят. Ну а что же касается остальных треков. Какой-то единой схемы определения, есть ли авторские права или нет, не существует. Можно просто включить приложение Shazam, и если оно определит звучащий трек, то, скорее всего, этот трек подписан на какого-то издателя. Другой способ. Можно зайти на YouTube, вписать нужный трек, затем открыть описание под видео. И если там внизу будет указано авторство, исполнитель, название, то это символизирует о том, что проверочный бот обнаружил эту звуковую дорожку, и эта музыка имеет авторские права. И самый надежный способ – это напрямую спросить у автора. Бесплатный контент в интернете обычно обозначен как Royalty Free, либо Creative Commons. Такие лицензии относятся к абсолютно любому контенту. Будь то музыка, модели, текстуры, видео и даже шрифты. И авторское право на шрифты такое же весомое, как и на музыку. Если какая-то серьезная крупная компания, наподобие Samsung, будет использовать шрифт без лицензии, то это грозит ей серьезными проблемами. Контент с лицензией Creative Commons, хоть и можно использовать бесплатно, но здесь все равно присутствует ряд условий. Существуют разновидности подобной лицензии. Сам Creative Commons обозначается значком CC. Лицензия BY требует указания автора. SA, шара-лик, лицензия вашего продукта, должна быть точно такой же, которую вы используете. ND, no derives, запрещается редактировать, видоизменять контент. NC, non-commercial, запрещается монетизация, то есть продавать или зарабатывать вы не сможете. И самая редкая лицензия, Zero, это без каких-либо ограничений. Это были пять основных шаблонов юридических договоров, где автор дает разрешение распространять его контент, но с разными условиями. И помните, автор в любой момент может изменить лицензию, но такое происходит очень редко. Например, вы загрузили на YouTube какой-то Creative Commons ролик, никаких авторских прав не вылезло, и тут автор решает снять лицензию со своего контента. В таком случае вы лишаетесь монетизации, либо вам придется удалить этот материал. Взгляните на сайт Creative Commons. Он содержит ссылки на контент с этой лицензией, но сам контент может располагаться на сторонних ресурсах. Сайтов получилось очень много. Полный список ресурсов, а также сами ресурсы, вы также можете найти на нашем дискорд-сервере. Сайт содержит свыше... Кхм-кхм-кхм. Ладно, это просто дискорд. В общем, заходите. А также подписывайтесь на Киберстарс. Здесь мы разбираем геймдев во всех подробностях. Продолжение следует...